Продолжение следует... Дорогие отцы, дорогие друзья, в секуляризованном мире, в котором мы сегодня живем, усиление единства христиан не роскошь, оно настоятельно необходимо Православной Церкви. Уже на Третьем Предсоборном Совещании в Шамбези в 1986 году, посвященном, цитирую, участию в экономическом движении и в двухсторонних теологических диалогах, которым были официально привлечены другие христианские церкви, был принят документ, который начинался следующими словами. Православная Церковь искони благожелательно и положительно смотрела на любой диалог, исходя из богословских и пастырских соображений. В последние годы Православная Церковь действительно вступила в богословский диалог со многими христианскими церквами и исповеданиями веря, что таким образом она несет активное свидетельство о своих духовных сокровищах тем, кто находится вне ее пределов, и преследуя объективную цель подготовить путь к единству. Конец цитаты. Из приведенного суждения очевидно, что православие настроено на приближение единства с христианами, которые находятся за каноническими пределами Православной Церкви. Спустя 35 лет, несмотря на изменение положения в мире, двусторонние переговоры с большинством остальных церквей продолжаются. Что мог бы сказать Всеправославный Собор об отношениях с другими христианскими исповеданиями в сегодняшних обстоятельствах постмодернистской глобализированной цивилизации, когда традиционные христианские сообщества все более сокращаются и где христиане ощущают себя раздробленным меньшинством? Очевидно, было бы в высшей степени желательно, чтобы будущий Всеправославный Собор занял ясную и единую позицию по отношению к традиционным неправославным церквям и принял решение об официальном признании их крещения в той мере, в которой эти церкви или общины исповедуют спасение во Христе Иисусе, Боге, вочеловечившемся и веру во Святую Троицу, и поддерживают диалог, направленный на единство. Подобное признание придало бы новый импульс межхристианским связям и стало бы сигналом единства христиан для нехристианского мира. Я хотел бы показать в своем выступлении, в какой мере это признание, вовсе не являющееся отступлением и уступкой либерализму нашего времени, отвечало бы церковному праву древней практики и богословию таинств Православной Церкви. В соответствии с этим настоящее выступление будет состоять из трех частей. Часть первая. Принятые в церковном праве нормы принятия в луны церкви неправославных христиан. В средние века, в эпоху, последовавшую за расколом после 1054-го и особенно после 1204-го годов, вопрос о признании крещения неправославных христиан, я бы сказал, эксплицитно не ставился. Но он находил имплицитное решение в порядке, в котором проходило принятие православную веру неправославных христиан. Уже во времена, непосредственно последовавшие за расколом, ответ на вопрос о принятии латинян, желающих вернуться в православие, каждый епископ мог в какой-то мере найти в церковном праве, разработанном в ходе Вселенских соборов, касавшихся вопроса восстановления в вере отпавших от нее христиан. Норма церковного права православной церкви по данному предмету содержится в 95-м правиле 5-6-го собора 692-го года, который имеет статус Вселенского. Это правило устанавливает тройное деление христиан в зависимости от удаленности от церкви в ее кафолической полноте. Во-первых, речь здесь идет о важных ересях. В качестве примера приводятся манихеи, маркианиты, монтонисты. Не буду подробно говорить здесь об этих еретиках, нуждающихся в повторном крещении. Их крещение не признается. Ко второму промежуточному разряду относятся неправомыслящие, такие как ориане и духоборцы, то есть те, кто отрицают божество Христа и Святого Духа. И по вопросу веры расходятся с церковью не так глубоко, как первый разряд, и которых следует принимать в общение путем простого миропомазания. Наконец, к третьей группе относятся раскольники, такие как севериане, то есть соответствующие сегодня восточнохристианским церквям. Иными словами, не халкидонцы, также не стареане и те, кто относятся к схожим ересям. Их следует принимать после отречения от заблуждений и исповедания веры. Тричина принятия обращенных в православную веру остались неизменными вплоть до сегодняшнего дня. Однако включение отдельных общин в один из трех порядков условно. Оно менялось с течением времени под влиянием различных факторов. Со временем все яснее прослеживается развлечение трех порядков обращения, соответствующих трем группам отделенных христиан. Я подхожу ко второй части – обзору истории обращения неправославных христиан. Очевидно, что в зависимости от времени и места православная церковь по-разному подходила к вопросу о том, по какому из трех чинов принимать в общение латинян. Наиболее распространенным способом их принятия в православие стало миропомазание по свидетельству архиепископа новгородского Нифонта, датированному XII веком. Простое отречение и следующее за ним исповедание веры также практиковалось. Сохранилось свидетельство знаменитого церковного каноника Фёдора Вальсамона XII века. На вопрос патриарха Александрийского Марка о том, допустимо ли принимать в египетские православные церкви западных военно-пленных и совершать над ними таинство, то, что сегодня назвали бы евхаристическим общением, Вальсамон ответил, что ввиду того, что западная церковь, цитата, «давно отделилась от духовного единства четырех других патриархов, это возможно лишь при условии, что эти люди откажутся от латинских заблуждений». Конец цитаты. Речь не идёт о повторном крещении, у миропомазании, о чём бы то ни было ещё. Кажется неоспоримым, что Вальсамон относил католиков к третьей группе, раскольников, чьи таинства имеют действительную силу. Впоследствии растущего напряжения в отношениях церквей в византийском мире распространилась тенденция совершать миропомазание над всеми, неправомыслящими, включая нехалкидонцев и нестериан, в отношении которых церковное право этого не предусматривало. Этот обычай распространился и на латинян после Четвёртого крестового похода и попытки построить в самом Константинополе римскую церковь, непосредственно подвластную Риму. Константинопольский собор 1261 года, созванный сразу после отвоевания города у латинян, постановил совершать миропомазание над всяким латинянином, пожелавшим обратиться в православие. Падение Византийской империи в 1453 году не привело к обострению антилатинских настроений у греков. Константинопольский собор 1484 года вынес однозначное решение против феррара-флорентийской уни и повторил предписание 1261 года об обращении латинян путём простого миропомазания. Этот обычай продолжался в греческом мире вплоть до 1755 года, то есть около пяти веков. Например, в 1672 году патриарх Адосифей Иерусалимский в своём знаменитом исповедании веры, принятом всей православной церковью, отмечает по поводу западных христиан, цитирую, «Хотя они имеют веру несовершенную, они приняли полное крещение, поэтому, когда они приобретают полноту веры, они не крещаются повторно». Полное крещение означает признание совершившегося таинства. В России отказ от флорентийской унии в 1439 году вызвал бурную реакцию и решение подвергать латинян, желавших перейти в православную веру, повторному крещению. Я говорю о Московской Руси. Но этот период длился до собора 1667 года, когда начала применяться греческая практика простого миропомазания для всех, кроме лютеран и кальвинистов, которым пришлось ждать до 1718 года, чтобы более не проходить через повторное крещение. В XVIII веке обращение неофитов, развернутое в значительных масштабах католическими миссионерами на Ближнем Востоке и в Трансильвании, вызвало несоразмерную реакцию. В июле 1755 года вселенский патриарх Кирилл V с патриархами Александрийским и Иерусалимским приняли постановление, в котором говорилось, что латиняне не получили настоящего крещения и заявлялось, цитирую, «Тех, кто приходит к нам от этих ересей, мы принимаем как некрещенных и неосвященных». Это сомнительное постановление, сомнительное потому, что оно было принято тремя патриархами, без их синодов, без какого-либо синода и вопреки мнению 18-ти константинопольских митрополитов. Это постановление требовало повторного крещения тройным погружением в купель римских католиков, армян, всех христиан, желающих обратиться в православие. Практика повторного крещения латинян, предписанная Оросом 1755 года, наблюдалась в греческом мире менее одного века. Последующими решениями константинопольского патриарха в XIX веке была возвращена практика обращения неправославных через миропомазание. Что следует извлечь из этой сложной, пересказанной мной в сокращенном виде, истории принятия неправославных христиан в лоноправославной церкви? Несмотря на развитие и изменения, связанные с изменением исторической ситуации, 95-е правило VVI собора остается основной опорой в церковном праве, и католики и протестанты рассматриваются в свете этого канона как неправомыслящие или раскольники, но не как еретики. Третий и последний пункт — вопрос о церковности неправославных христиан. Поскольку в церковной традиции закрепилось три порядка или чина принятия неправославных в лоно церкви, в зависимости от степени близости к церкви каждой из отпавших общин, и поскольку принимаемых по второму и третьему чину не перекрещивали, то значит подспудно признавалась и некоторая каноничность их крещения. В самом деле, крещение неотделимо от церкви. Мы отметили в частности, что признание апостольского преемства в христианской общине де-факто не было определяющим критерием для признания действительным крещения, полученного в ней. Это означает, что церковность, имплицитно признаваемая за отдельными общинами, не подразумевает их кафоличности. Впрочем, в XVIII веке святой Никодим Святогорец развил другую версию, которую я определил бы как романтическую, оправдывая декрет 1755 года каноном Карфагенского собора III века, требовавшим повторного крещения всех раскольников и еретиков. Святой Никодим видел в этом обычную практику Древней Церкви. Но эта позиция, которая дала начало тому, что называют «кормчий», сборнику церковных установлений ультрарегористическому богословию таинств, неприемлема с экклезиологической точки зрения. Каноны Карфагенского собора впервые были отвергнуты Никейским Вселенским собором и уже упоминавшимся VVI собором. Однако на обоих соборах не идет речи об особом порядке таинств, который сгладил бы изначальную позицию, принятую Карфагенским собором. Византийский канонист Вальсамон ясно осознавал это, и я мог бы привести здесь сказанное им по этому поводу. Многие православные богословы и пастыри не признают это учение о крещении и не приемлют идею о том, что Церковь может признавать действительным то, что само по себе таковым не является, или простым миропомазанием или исповеданием веры удостоверить то, что не является подлинным крещением. Они опираются при этом на учение Блаженного Августина, принимая его экклезиологию, отстаивающую действительность любого крещения, принятого во имя Святой Троицы, даже за каноническими пределами Церкви. Так признается крещение римских католиков, англикан, протестантов. Эта позиция поддерживается многими русскими авторами, крупным сербским канонистом начала XX века, Никодимом Милошем, и большинством богословов русской диаспоры отцом Сергием Булгаковым, отцом Георгием Флоровским и Николаем Зерновым. Но здесь встает еще один существенный вопрос. Православная Церковь, как говорилось на Третьем Всеправославном Предсоборном Совещании 1986 года, осознает себя как единая, святая, кафолическая и апостольская. Как же признать церковность общин, которые не пребывают в единстве с православием, не введя раскола в само тело Церкви? Отец Георгий Флоровский размышляет над этой проблемой в знаменитой статье 1933 года, опираясь на богословие таинств святого Августина, предложившего настоящую парадигму в этом вопросе. Он показывает в сугестивной форме, что границы мистической церкви не обязательно совпадают с ее каноническими границами. Святой Киприан справедливо замечает, что за пределами церкви таинства не имеют силы, но невозможно согласиться с ним, и церковь не следует за ним, когда он сводит сущность церкви к ее видимым каноническим границам. Переход от ослепительного света Божией церкви ко мраку некрещенного мира не происходит столь внезапно, радикально. Приведу здесь слова Владимира Лосского. «Есть лишь одна церковь, тающая благодать таинств, но есть несколько способов быть отделенным от нее. Много ступеней нисходящей церковности за пределами видимой ограды церкви». Отдельные христианские общины таинственным образом участвуют в соответствии с мерой, определенной каждой из них и каждому из ее членов в распространении благодати, в которой церковь не отказывает им совершенно. В этих общинах подлинно и действительно то, что в них причастны церкви. Парадоксальным образом, отдельные общины тайно связаны с церковью узами Святого Духа, даже если они не разделяют ее кафоличность. Если образ сияющего солнца уместен здесь, все же невозможно с помощью каких бы то ни было критериев объективировать или определить степени церковности. Это качественное, а не бинарное видение церковности выразил в XIX веке по отношению к церквям Запада митрополит Московский Филарет, который, как вы знаете, был по своей смерти признан константинопольским патриархатом, столпом, светом и доктором всего православия. Он говорил, «Никакую церковь, верующую, что Иисус есть Христос, не дерзно назвать ложной». В заключение хочу пожелать, чтобы всеправославный диалог, начавшийся в ожидании грядущего Великого Собора, возобновился и позволил, наконец, объединить существующие внутри православия разные точки зрения на отношения с другими христианами, продолжая Великую Святоотеческую и Византийскую традицию. Церковь призвана признавать таинственное присутствие Святого Духа там, где она видит очевидные деяния Духа. Эта церковь, наша церковь, не может из осторожности или из излишней педантичности ограничиться по этому вопросу безразличной сдержанностью, не в меру осторожной и в некотором роде безответственной, которая выразилась бы в отношении ко всем неправославным христианам как к нехристианам. Византийский церковный опыт свидетельствует о том, что подобное отношение означало бы несоблюдение православной церковной традиции. Духовная проницательность составляет один из даров, данных Господом Церкви, испытывающий Дух, чтобы убедиться, исходит ли он от мира или от Бога. Признание таинства есть, по словам отца Бориса Бобринского, глубоко ответственный акт, требующий духовного суждения Церкви, которая, в свою очередь, подвержена суждению Духа. В то же время следует подчеркнуть, что взаимное признание действенности крещения православной церковью и другой церковью или общиной стало бы важным этапом и позволило преодолеть фундаментальное препятствие на пути к единству. Но это еще не означало бы совершенное единство в вере, необходимое, чтобы вернуться к изначальному евхаристическому общению. Речь идет не о том, чтобы под каким-нибудь предлогом уклониться от безусловного требования церковной совести, исповедовать православную веру, то есть быть в апостольской традиции, но о том, чтобы признать чудеса, совершаемые Животворящим Духом, утешителем, который позволяет человеку облечься во Христа и дать ему расти в своем сердце.